За пожизненное заключение Куандыка Бишимбаева высказались 45% казахстанцев. Опрос. 78 казахстанцев поддержали ужесточение наказания за семейное бытовое насилие. Что произошло? С 8 по 15 мая бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Демоскоп путем телефонного интервью провел опрос среди 1100 граждан в 17 областях и городах республиканского значения на тему восприятия домашнего насилия в Казахстане. Исследование изучило общественное мнение о бытовом насилии и мерах его предотвращения, а также уровень поддержки сторон в деле экс-министра нациоэкономики Куандыка Бишимбаева. Опрос проводился во время суда до оглашения приговора, что показало опрос по делу Бишимбаева. По данным исследования, 45,1% респондентов считают пожизненный срок справедливым наказанием для Бишимбаева. Лишение свободы на 15-20 лет 19,04%, 10-15 лет 9,5%, а за условный срок и штраф... 1,4%. Какое наказание для Куандыка Бишимбаева, на ваш взгляд, будет справедливым? За пожизненные лишения и свободы 45,1%, лишение свободы от 15-20 лет 19,4%, лишение свободы от 10-15 лет 9,5%, условный срок и штраф 1,4% и затрудняется ответить 24,6%. Опрос также выявил, чью сторону поддерживают казахстанцы. Подавляющее большинство респондентов 71,9% выразили солидарность со стороны родственников Салтанат и лишь 0,4% поддерживали Бишимбаева. 22,7% опрошенных не поддерживали ни одну из сторон. 40,7% опрошенных готовы добиваться справедливости, по их мнению, наказание для Бишимбаева в случае несправедливого приговора, что говорит о высокой общественной поддержке процесса. Из них 24% заявили, что готовы подписать петиции и обращения на имя президента, 3,9% участвовать в демонстрациях, 12,8% возмущаться в своем кругу, 32,6% ничего не будут предпринимать. Дело Бишимбаева стало историческим для казахстанского общества, вызвав масштабный резонанс, в том числе за пределами страны. Впервые подобное разбирательство транслировали в прямом эфире. По данным исследования, суммарно за судом наблюдало более половины казахстанцев, то есть 52,5%. В то же время более трети, 35,7% знали про суд, но практически не следили за ним, а 10% впервые услышали о разбирательстве. Какую из сторон в этом деле вы поддерживаете? То есть сторону Салтнатну Кенве поддержали 71,%, сторону Бишимбаева поддержали всего 0,4%, не поддерживая ни одну сторону, 22,7% и затрудняясь ответить 5%. 61,5% выразили одобрение факту прямой трансляции и широкому освещению в СМИ этого судебного процесса. 12,2% не согласны с такими подходами. 15,8% выразили равнодушие к делу. Что показал опрос по отношению к насилию? По шкале от 1 физическое насилие мужа над женой никогда не может быть оправдано, до 10 всегда может быть оправдано. 65,8% опрошенных убеждены, что физическое насилие мужа над женой никогда не может быть оправданным. При этом суммарно 27,7% респондентов с разной степенью уверенности считают, что насилие в отношении женщины в некоторых случаях можно оправдать. В оправдании насилия наблюдается гендерный разрыв. Насилие считает недопустимым 55,5% мужчин, а 75,9% женщин. Для сравнения результатов демоскоп можно сопоставить данные международного исследования World Values Serbia, которое проводилось в 2017 году. Тогда позиции Казахстана были значительно хуже. Лишь 50,9% граждан высказались о недопустимости насилия в отношении супруги, что на 10,9% ниже текущих показателей. Вместе с тем, с нынешним опросом показывают, что 37,5% казахстанцев были убеждены, что насилие может быть обоснованным в определенных обстоятельствах. Эти результаты позволяют предположить, что общественное восприятие гендерного насилия демонстрирует положительные изменения. Недавно президент Казахстана подписал поправки в законодательстве, которые ужесточают наказание за насилие в отношении женщин и детей. То есть 40,5% опрошенных считают проблему бытового насилия крайне актуальной. 30% скорее актуальной. При этом 12,0% считают проблему скорее не актуальной и 5% совершенно не актуальной. Существенным фактором восприятия насилия в семье является личный опыт респондента. Более 3,34,7% сталкивались в своем окружении ситуации, когда муж применял физическое насилие по отношению к своей жене. Из них 10% пришлось столкнуться многократно, 24% несколько раз. Данные в гендерном разрезе показывают, что женщины почти вдвое чаще мужчин сталкивались с насилием. То есть 44,2% и 26% соответственно. Подавляющее большинство граждан 78% выразили поддержку поправкам в законодательство, ужесточающее наказание за насилие в отношении женщин и детей, подписанным президентом Касымом Жумар-Токаевым. 8,8% высказались против. 3% выразили нейтральное отношение и 6% ничего не знают про этот закон. По мнению, 36% респондентов помимо законодательных мер, наиболее эффективной мерой для снижения уровня семейно-бытового насилия в Казахстане станет повышение требований к работе правоохранительных органов. Другие предположенные меры, включая дополнительное ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие, это 30%, расширение прав и возможностей женщин в обществе 20%, проведение информационной кампании и просветительские программы о проблеме домашнего насилия 19%, увеличение кризисных центров помощи жертвам семейно-бытового насилия это 15%, внедрение принудительной реабилитации и лечения агрессоров 15%, однако 4,3% считают, что не нужно принимать никаких мер. Почему это важно? Исследование Демоско показало, что феномен заинтересованности граждан в деле Бешимбаева в том числе связан с низким уровнем доверия к судебной правоохранительной системе. Очевидно, что по этой причине повышение требований к работе правоохранительных органов стало приоритетной мерой в борьбе с семейно-бытовым насилием в Казахстане, а на фоне социально-экономических проблем дела экс-министра стало своего рода общественным триггером и вывело осмысление проблемы бытового насилия на новый уровень. Контекст. Экс-министра нации экономики Кондека Бешимбаева приговорили к 24-м годам лишения свободы за истязание и убийство своей гражданской супруги Салтанатну Кеновой. Во время судебного процесса в Казахстане приняли закон о бытовом насилии, к которым побои в семье проведены из КАП РК в уголовный кодекс. Как вы считаете, дорогие зрители, как бы вы отреагировали? Напишите свое мнение в комментариях. Продолжение следует...